Салам! Это снова ТБК и Казань, столица республики Татарстан. Сюда мы приехали за спутницей после Чебоксар. В ту ночь нам предстояло пройти пешком от вокзала Казань-1 до вокзала Казань-2. А вот у столовой я бегал за пирожками, когда ехали из Бульяновска. Ехать на такси мы не стали по многим причинам. Прежде всего, мы просто хотели приключений в этом прекрасном городе. Нормальный, наверное, такой хостел, разданимает целое здание. Вот это? Да. Ну, не прям целое, но... Центр ночной Казани. Там тут пёсель пожаловал. Какой пёсель? У него там на ухе бирка, скорее всего, и с него уже привели от бешенства, и с ним можно здороваться. Здравствуй, пёсель. Пойдёшь с нами на Казань-2? А то нам полтора часа идти, а скучно чё-то может быть. Какая шапанка. Шапанка. В общем, нам идти ещё где-то полтора часа, или два, или три. Как повезёт. Делать в этом цуме совершенно нечего, кроме как ходить в бахетле с зайч-почмаками и другими вкусностями, которые там продаются. Мы уже подружились с пёселью, назвали его Казанчиком, проходим мимо пирамиды Хеопса, или чья это пирамида, не ясно, мимо Кремля, Казанского и чего-нибудь ещё. А, сейчас будет сыр с конями ещё, но это не точно. Он, по-моему, в форме НЛО построен. Вот офис партнёра Яндекс.Такси, здесь принимают на работу в такси и в еду. И офис находится в центре города, не то что вот в Ижевске, какой-то жопе мир, до которой хрен дойдёшь. Он реально с нами до Казань-2 дойдёт? Да, он идёт, да. Вот это, кстати, и НЛО. Таким, давай мы цирк с конями. Казанчик. Вот это вот самая тупая развязка, которая только может быть, чтобы пройти вот оттуда, вот со стороны мечети, надо пройти 10 дорог, обойти вот тучу зданий, пройти вот туда, вот оттуда туда, назад и прийти в светофор. И только потом оказаться на вот нужном участке и её туда поворачивать. Жуть просто. Наверное, он тоже с зайцами жил. Похоже, пёсик знает дорогу лучше нас и показывает нам, куда идти. Но при этом он постоянно останавливается и смотрит по сторонам. Он живёт прямо на дорогу. Ну, конечно, если он будет постоянно бежать вперёд, мы его никогда не догоним. Лучше пусть вперёд, чем под ногами. Вот, кстати, вот там вот можно заметить свечение, как чубоксары. Ладно, двигаем дальше. Вот этот товарищ постоянно выбегает вот сюда, в проезжей части, смотрит, что там происходит. Нельзя. Нельзя, нельзя. Давай сюда идти. Что это за приколы? Хотя, если ему хочется попрыгать в снегу, он может полезть вот туда, и там снега вообще до хрена. Время почти 3 часа ночи. На Васавиновский район. К вашему вниманию, на том берегу. Нет времени объяснять. Скоро видос закончится, как и наша дорога. Да, кстати, у нас тут ещё один пёсик появился. И нас засыпет снегом. Охренеть. Какая жесть. Всё, пробегаем. Давай, вперёд, мальчик. Здорово. Жесть. Надо бы вас закинуло вот этими бюксками. Мы находимся далеко от метро Козья-Слобода. Оно будет по прямой. Там у нас... Охрен знает, что там у нас. По-моему, нет метро. Угу. Вперёд. Вот, тут пёсики опять грызутся. Ну, а тем временем мы пришли в центро семьи Казан. Ой, нет, чаша. Ну, проще называть это Казаном. Потому что Казан, по сути, и есть чаша. Вон, даже с изображением вот этой чаши тут какое-то кафе. Минутами ранее наш пёсик постоянно выбегал на дорогу. И из-за не попал под две машины. Как он дожил бы своих дней, не очень понятно. Мне кажется, он начал выпендриваться, когда вот этого встретил. Ага. Бантуется перед ним. До этого-то он спокойно шёл. Бульвар «Белые цветы». Одно из лучших мест в Казани для того, чтобы прийти сюда ночью. Качельки, к вашему вниманию, разные самые. И как бы супер навороченные. И как бы не очень навороченные. По-моему, старые добрые качели намного лучше, чем вот это вот всё. Ну, разве что здесь можно развлечься. Много всего, где можно провести здесь время. По-моему, даже тут качалка есть. Парк Побед Пару лет назад я где-то вот там вот упал на плитке, потому что она была очень скользкой, хотя на улице при этом скользкой особо не было. Время половины четыртого утра в Казани поехал трамвай. Так, вот опять та же самая ситуация. Вышел на дорогу, давай иди сюда. Мы уже, как говорится, от греха подальше пошли по дворам, чтобы эти два умника не натворили делов. На удивление, достаточно много людей в этом районе не спит с половины четыртого утра. В доме насчитали шесть квартир, и тут еще один магазин, три человека, и еще один полицейский. У нас тут была шуточная теория о том, что собаки нас специально ведут сюда, чтобы нас съели другие собаки. И, в общем-то, так и вышло, что мы пришли, и тут две другие злые собаки нас встретили. Так, что-то там какие-то проблемы. Так, пока они не знают, быстро уебываем отсюда. Мы решили, короче, от них сбежать. Мы не можем с ними нормально идти, потому что один из них, вот именно, просто отсюда на дорогу. Бесполезно, он нас настиг. Последние минут двадцать задавались вопросом, почему мы с районом знакомы. Выяснилось, что мы жили вот на этой улице, дальше туда. Время четыре часа утра, до поезда осталось полтора часа примерно. Вот современная технология в Татарстане. Вместо кнопок сенсорная панель. Прикладываешь руку, и уже подается сигнал. Не надо же выжимать никаких кнопок по десять раз. И вот на часах уже четыре утра. Мы дошли до вокзала Казань-2. На этот раз идти не было тяжело. Даже почти не было холодно. Мне было весело. Я даже не думал о том, что скоро эта ночь закончится, и мы сядем в поезд и уедем домой. Что уже завтра мне на работу. Указатели, которым может позавидовать даже Москва. И даже Ижевск. То, что у нас вообще нет указателей в переходах. Вот даже указано, на какую улицу я выйду, если пойду туда. Ижевск. 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 Субтитры подогнал «Симон»